Не так давно на нашем канале на 9.1.1.1 я выложил старую версию ролика, название которого указано в заголовке к этой публикации. И я сопроводил его небольшой статьей. Результат буквально ошарашил и озадачил. Статья выстрелила, набрала тысячи дочитываний и привела к ожесточенной полемике в комментариях. Понятно полемике между так называемыми православными людьми, атеистами и представителями других взглядов конфессий. Эта полемика наглядно показала, что минимум 90% православных людей не только не читали, но никогда даже и не открывали Библию. Ссылка на статью будет под роликом. И понятно для них огромным шоком оказались слова, которая ей вынес в заголовок. И они с кровавой пеной урта начали доказывать, что выражение раб Божий и так далее это только фигура речи. Еще больше их шокировало, что ноосферное мировоззрение в толковании Роберта Мартини, сторонником которого я являюсь, богоборческое. То есть оно исходит из того, что если еврейский Бог, которому поклоняются в том числе и православные люди, существует, то он законченный подонок, с властью которого нужно бороться. Поэтому оно и богоборческое. И что богоборческие религии, оказывается, существуют уже тысячи лет. Что самое известное из них является гностицизм. И что он даже до нашего времени и в мире сейчас действует немало гностических церквей. Не меньшим шоком для них оказалась и концепция инфернов. С позиции ноосферного мировоззрения наш мир поражен изначальным чудовищным эволюционным извращением, которое обрекает все живое на немыслимое страдание. Именно оно в ноосферном мировоззрении и называется инферном. И ответственность за это искажение может лежать только на еврейском боге. Если он, конечно, существует. И если он тот, за кого себя выдают. Лучше всех эту мысль, на мой взгляд, выразил Иван Ефремов в романе «Лезвие бритвы». Получить лучшее, создать совершенство, природа может лишь через бой, убийство, смерть детей и слабых. То есть через страдание. Наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ. Это первичный изначальный принцип всей природно-исторической эволюции. И он изначально порочен. Поэтому понятие о первородном грехе, издревле обрушенное на женщину, должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни. И если бы был создатель всего сущего, то тогда это его грех. И по мыслящему существу нельзя было не подумать об облегчении страдания, о неувеличении его. Какая бы цель ни ставилась. Потому что все цели ничто перед миллиардом лет страдания. Впрочем, о концепции Инферно мы, надеюсь, поговорим позже. Пока же вернемся к теме. Указанному ролику уже больше шести лет. И его качество, понятно, оставляет желать лучше. Я тогда только учился делать видео. Кроме того, мне бы очень многие мысли, содержащиеся в ролике, хотелось развить. Поэтому я склоняюсь к тому, что здесь нужен не ролик, а небольшой цикл таких роликов. Хотя, конечно, это зависит от наших уважаемых подписчиков и гостей. Если тема будет востребована, то разговор, безусловно, будет иметь смысл. Если нет, то нам правильнее дождаться лучших времен. Но для начала, думаю, нашим уважаемым подписчикам и гостям будет правильным понять одну простую вещь, которую, как выяснилось, понимают единицы. Христианство – единственная религия на нашей планете, которая не просто оправдывает рабство и рабовладение, а она его прославляет и учит, что быть рабом очень правильно и хорошо. Об этом неплохо сказал Александр Невзоров. Он это сказал много лет назад, когда еще не был в конфликте с гостями. Вот этот фрагмент из моего старого указанного ролика. Христианство – это единственная религия, которая учит, что рабство – это правильно, рабство – это справедливо, рабство – это хорошо. Недавно об этом неплохо сказал Александр Невзоров. Давайте посмотрим этот эпизод. А христианство, как бы не предложив ничего нового, кроме исключительной своей снисходительности к рабству, потому что мы знаем и послание к Тимофею, мы знаем послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, где идет призыв рабы – будьте послушны, рабы – будьте покорны, рабы – слушайтесь. И быть хорошим, прилежным рабом прямо призывает Библия. Вот эта цитата из упомянутого Невзорова послания к Колоссянам. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим во плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. Есть мнение, что Иисус Христос на самом деле был гностиком, и Он учил быть нехорошим, прилежным рабом, о борьбе за свободу, и в том числе о борьбе и с самим еврейским Богом. Но позже рабовладельцы исказили Его слова, с точностью да наоборот. И понятно это мнение не только гностиков, но прежде всего их. Гностицы спочат, что в образе Иисуса Христа на землю на самом деле приходил Сатана. Но Сатана, в отличие от еврейского Бога, как раз порядочный человек. Его еврейскому Богу просто удалось оболгать и лишить доброго имени. И Сатана, понятно, приходил к нам не просто так. А Он учил у людей тайному знанию, гностюсу, который пробудет у людей высшие способности сознания. И сделает их равным могуществу, еврейскому Богу и сопутствующим Ему Архангелам. И мы сможем спросить с них за то, почему наш мир так чудовищно и гностно устроен? Почему мир так несправедлив? И почему в нем торжествуют прежде всего подонки, а не порядочные люди? В ноосферном мировоззрении, кстати, высшие способности сознания называются способности прямого луча. Кроме гностеса, их пробуждению учат еще йога и тантры. Тесную связь между гностицизмом и индуизмом, кстати, доказала еще Елена Бловацкая. А оно с верным мировоззрением простые люди, представьте себе, в нашей стране знают гораздо больше, чем можно себе представить. Дело в том, что Роберт Бартини, о котором я много рассказывал, создал в Советском Союзе тайное общество диска, в которое вошли советские писатели, составляющие Золотой фонд мировой литературы. Вот, кстати, как он выглядел. Вот фрагмент об этом еще с одного моего старого ролика Роберт Бартини. Он попал по блокировку Роскомнадзора, но он есть и на моем канале на Ютубе. Говорят, в начале 30-х годов Бартини вел тайный научный кружок, в который входили писатели Александр Грин, Алексей Толстой, Андрей Платонов, Евгений Шварц, Иван Ефремов и Михаил Булгаков. На заседаниях общества ученый рассказывал о трехмерности времени, о пятом измерении, о связи прошлого с будущим и настоящим. Только здесь нужно добавить. Список писателей, входящих в тайное общество диска, был намного лучше, чем сказано в фрагменте. Надеюсь, об этих писателях мы тоже поговорим однажды подробно. Но, на мой взгляд, тайна между строк пропагандировать ноосферное мировоззрение получилось у Ивана Ефремова и его учеников, братьев Стругацких. Братья Стругацкие, кстати, успели признаться, что из всех мировоззрений, выработанных человечеством, им ближе всего гнастицизм. Их последним совместным произведением стала откровенно гнастическая большая повесть, «Отягощенная злом или сорок лет пустя». Иван Ефремов создал такое удивительное литературное явление, как советская научная фантастика, в том виде, в котором мы ее знаем. А братья Стругацкие, наверное, лучше всех способствовали ее развитию и популяризации. И власти, к счастью, так и не поняли, хотя и начали догадываться, что прекрасный мир будущего, описанный Иваном Ефремовым в «Туманности Андромеды» и в «Прологе» и «Эпилоге» к «Часу быка», а братьями Стругацкими в сотнях их произведений, не коммунистических, а ноосферных. И, понятно, сегодня немногие знают, кто такой Роберт Бартини. Но зато все образованные знают, кто такие – Иван Ефремов и братья Стругацкие. Очень надеюсь, что этот разговор у нас продолжится. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации, поддерживайте канал «Донаты». Список, по которому каналу можно оказать помощь, будет под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok